всем здравствуйте всем добрый вечер уже уже в принципе вечер сегодня у нас прямой эфир посвящен выходу новых декораций продолжение декораций у нас такая масштабная коллекция получается по декорациям и мы ее всегда разбиваем на несколько частей вот сегодня у нас получается эфир будет по второй части новиночек осень-зима 2021 года меня зовут челюбеева анастасия рада всех видеть рада всех слышать ну и в принципе мы можем начинать чтобы долго с вами не не затягивать и так декорации как я уже сказала это сезон осень-зима это в принципе уже все декорации которые должны у нас выйти с вами ну может быть что-то еще там частично будет доходить но в принципе ну конечно мы ждем новый год я новый год не имею ввиду я имею ввиду именно основную коллекцию именно уже универсальную коллекцию смотрите что у нас вышло у нас в принципе выходят и лаконичные варианты дизайнов и выходят более современные варианты в принципе как и во всех во всех коллекциях я думаю что каждый каждый мастер найдет декорации на своего клиента на любого и это замечательно то есть все декорации они очень универсальные нет такого что вот кому-то они подойдут кому-то не подойдут итак начинаем ну я не буду по порядку как есть как они у меня лежат так я с ними и буду работать итак первый вариант такие интересные варианты геометрии это у нас шармикон 193 называться он будет элегантность здесь классический вариант шармиконов подойдет как для делового маникюра в принципе так и для современных девать девушек дальше более звук есть звук есть здравствуйте это отлично что звук есть это превосходно дальше вот такой это более современный молодежный вариант шармиконов хотя на самом деле есть клиентки которые в принципе любят такой вариант не смотря на возраст и на все остальное очень интересный классный такой стильный вариант шармиконов это у нас 189 шармикон 189 дальше дальше пошли у нас смотрите эти два шармикон чека это у нас такие классические в принципе цветочные мотивы при том здесь вариант подойдет и для чисто осеннего маникюра потому что здесь очень много таких вариантов листьев веточек и так далее и в принципе и флористический принт тоже все это отлично будет дополнять это у нас 190 и 191 осенняя нежность то есть этот шармикон видно что он в золоте тут чисто золотые элементы этот вариант в черном цвете самые универсальные два оттенка дальше следующий у нас шармикон 196 это продолжение логомании вот такие вот прикольные фразы слова отдельные то есть в принципе продолжение всеми полюбившейся тематике здравствуйте всем здравствуйте девочки очень интересный вариант мне безумно нравится такой стиль шармиконов когда вот вроде бы и разбавляет маникюр и в то же время все смотрится очень лаконично если не добавлять другие какие-то декорации поэтому вот прям универсальный вариант дизайна ну и естественно девочки естественно и мальчики естественно и nail dress и безумно ждала вот этот nail dress обожаю стиль вот мультяшек обожаю микки и вот именно вот эту декорацию наверное ждала больше всего черные цветы сейчас девочки я скажу какой-то номер это 191 черные цветы осенняя нежность черный и мальчики я поправилась девочки и мальчики дальше вот блин ну вот это вообще в принципе тематика граффити мне безумно близка и сам вариант с микки на самом деле он безумно круто смотрится это у нас 78 nail dress микки так и называется но здесь далеко ходить не надо здесь и так понятно дальше очень прикольный вот такой вариант nail dress of тоже такой современный стиль можно делать безумно интересные варианты дизайнов прям прям кто будет творить я думаю все будут творить отмечайте конечно stories и этот аккаунт и аккаунт имя official и мой можно аккаунт и будем с удовольствием смотреть за тем что вы с этими шарми кона с этими nail dress ами будете придумывать средства замедляющие рост ногтевой пластины ну да этот момент есть конечно хочется походить как можно подольше но здесь еще другой момент другая сторона медали если у нас скажем таки будет замедлен рост ногтевой пластины и мы будем максимально долго ходить согласитесь нам это наскучит ну я допустим больше четырех недель с одним дизайном не выдержу ну вот честное слово я не знаю как другие ваши клиенты как вы но если мы будем ходить извините по два месяца с маникюром ну боюсь что многих может просто начать тошнить ответова маникюра ну давайте говорить по-честному поэтому мне кажется три-четыре недели это оптимальный вариант конечно некоторые клиенты хотят ходить и 5 и 6 недель но мне бы наскучил такой маникюр поэтому на мой взгляд рост ногтевой пластин у нас идеален единственное каждые четыре недели меня чтобы она вообще не отрастала а так такой вариант мне нравится смотрите это этот у нас на nail dress это у нас 79 и 80 это nail dress получается одинаковый но стилистика черный цвет и белый цвет то есть в принципе в принципе видно да что этот nail dress он практически одинаковый отличается только цветом решили выпустить именно этот вариант в белом цвете потому что на темных оттенках на самом деле очень круто смотрится я вам покажу варианты дизайнов которые можно с ними придумывать очень круто смотрится через неделю делать коррекцию но но здесь это конечно очень круто через неделю делать коррекцию я не представляю и не знаю как должны отрастать ногти чтобы через неделю уже приходилось делать коррекцию если принципе очень короткая ногтевая пластина это мне кажется две недели в принципе спокойно можно походить так продолжаем и следующий вариант это у нас семьдесят седьмой nail dress эстетика тоже очень крутой вариант на осенне-зимний период покажу вам варианты работы с ним сегодня посовмещаем конечно же несколько декораций в одном дизайне очень люблю это делать и вот эта тематика когда не просто такой флористический принт а именно на фоне графики на фоне геометрии смотрите тут разные при том варианты есть мазку мазки всевозможные очень круто смотрятся и вот это все сейчас мега актуально ну это для нас девочек такой эксклюзивный дизайн будет так что касается по дизайном на самом деле вариантов применения вариантов дизайнов самих очень-очень много это малая часть только того что можно с ними делать сейчас мы конечно все это попробуем все это все это сделаем посмотрим в эфире но применять их можно сочетать их можно с любыми оттенками гель-лаков с любыми коллекциями между собой как угодно матовый глянцевый вариант как всегда сотни тысяч идей на каждую декорацию будем сейчас пробовать люблю работать с новинками потому что знаете когда вот еще не избитые варианты и можно придумать что-нибудь что-нибудь этак а плюс конечно это интересно работать с новой декорацией когда ты только-только и берешь в руки и у тебя начинают зарождаться тысячи идей того как их можно применить давайте поработаем давайте поработаем с вами новой коллекцией конечно же как же мы без неё как же мы без неё это наша замечательная новиночка коллекция эгоизм очень яркие очень насыщенные оттеночки сезона как раз таки осень зима я думаю что все ее уже видели это карточки это типсы ложки давайте поработаем этой коллекцией ну и в принципе можем поработать еще и коллекции биурбан тоже это прошлогодняя осенняя коллекция коллекция очень крутая коллекция очень классно смотрится прям прям очень классно так давайте с чего начнем с чего начнем давайте начнем как раз таки вот с такого принта и начнем вот с такого принта я вам покажу варианты варианты совмещения ну конечно сюда можно будет в процессе добавить и шермиконы в принципе сейчас очень круто заходит совмещение всевозможных дизайнов между собой вплоть даже можно совмещать классику и что-то более современное и тоже получать очень интересные варианты коллекция огонь девочки карточки это это вот такие вот карты для игры с клиентами очень интересная тематика они входят в комплект набор 9 миллилитров они внутри коллекции уже есть 6 миллилитров ходят только наклейки в 9 миллилитров ходят наклейки и карточки так ну что мы возьмем давайте возьмем что-то из из новиночек так но у меня вот прям под рукой сейчас 345 стоит мы можем смело его убрать принципе нам здесь можно так давайте может быть даже чем-то поярче поработаем ладно пусть будет 345 нанесу его в один слой как цвет как основу сверху очень круто можно добавлять м пасту из коллекции не он мне безумно нравится как раз таки вариант именно м паст неоновых они даже для осеннего маникюра очень круто подходят сушим конечно 30 секунд минимум 30 секунд смотрите по вашей лампе если лампа не очень у вас мощная можно просушить и дольше но в принципе мы как правило работаем с вами конвейерным методом поэтому все просыхает очень очень быстро это оттеночек 345 продажи девочки новые декорации уже появились продажи вот эти декорации которые сегодня показываю вам они уже в продаже ищите их на сайте спрашивайте у дистрибьюторов в интернет-магазине естественно и у нас в магазине на халтуринском тоже можно это все будет приобрести так для того чтобы нам с вами приклеить вот такой вариант декора это у нас nail dress и нам с вами понадобится обязательно слайдер топ все помнят что такое слайдер топ этот топ для крепления слайдер дизайнов вот эти все дизайны которые размачиваются в воде это слайдер дизайны для них идеально подходит вот этот слайдер топ он содержит в своем составе лаковые компоненты которые помогают нам ну максимально максимально растворить пленку на которой держится сам слайдер до состояния краски то есть слайдер топ плюс ультрабонд носибельность идеальная даже 5-6 недель хотя очень мало клиентов которые ходят 5-6 недель но тем не менее если есть необходимость ваш клиент проходит от коррекции до коррекции вполне спокойно наносим его обязательно тонким слоем так как у нас несколько промежуточных слоев девочки и мальчики всегда наносим его максимально тонким слоем максимально ну не продирание конечно но тем не менее просто тонкий слой его вполне достаточно нам нужно создать просто дисперсию хорошую дисперсию просушиваем 15-30 секунд в этот момент я как раз таки могу спокойно подготовить вариант какой-нибудь дизайна ну вот давайте вот такой вот мне нравятся вот эти крестики очень круто смотрятся вот такой вариант будет круто смотреться буду стараться сейчас брать то что казалось бы вроде бы несовместим вообще очень круто смотрится смотрите давайте вот все таки сделаем вот так очень круто в этих дизайнах смотрится сочетание вот вот такое вот когда вы вырезаете дизайн вы заметили да как мы выпустили этот раз дизайны nail dress и именно что можно вырезать там кусок там кусок смиксовать их как угодно вы можете хоть вот тут на стыке вырезать все четыре четыре сразу кусочка вместе в одном дизайне совместите будет смотреться очень классно ну вот прям безумно нравится такой вариант то есть к тому что они сами по себе круто смотрятся еще и вот этот вариант сочетаемости он получался прям прям огонь так 15-30 секунд просушили замачиваем водички чтобы у вас растворялся ваш слайдер максимально эффективно советую замачивать все это в теплой воде конечно если под рукой нет теплой водички то мы замачиваем в любой но преимущественно рекомендуем конечно в теплой можно нанести этот вариант так я чуть-чуть придавила так сейчас секундочку расправлю пинцетом чуть-чуть придавила и он у меня потянулся очень круто здесь то что на слайдер топе недосушенным как раз таки 15-30 секунд вы можете декорацию свою поправлять вы можете ее растягивать вы можете ее двигать это очень прикольно видите даже то что у нас декорация частями плюс то что мы нанесли не на весь ноготь тоже очень интересно смотрится обязательно после этого подсушите ваш дизайн несколько секунд ну хотя бы 15-30 секунд для того чтобы зафиксировать все это вместе с дисперсией слайдер топа вот такой вариант сейчас используем это у нас nail dress mickey очень кайфовый nail dress вот вот сам вот этот принт безумно нравится и совмещать его можно очень круто смотрите какой вариант классный можно сделать сейчас я вам покажу смотрите какой классный вариант можно сделать с этими декорациями видите когда мы топим нижний слой под молочным цветом базы при этом это может быть любая база это может быть из классическая система база из классических камуфлирующих оттенков тоже 12 база это может быть просто цвет 249 допустим он у нас тоже помните молочный а может быть и база двоечка самая наша такая распространенная база самая востребованная это база номер два файбер база очень крутая и очень классно камуфлирует такой прям холодный чистый молочный оттенок получается сделали дальше наша задача с вами пройти по контуру пилкой либо бафом и убрать остатки если где-то не получается можете их просто обрезать либо убрать потом апельсиновой палочкой после растворения то есть вы сейчас когда растворять будете остатки по контуру можно спокойно будет убрать я если труднодоступные места я люблю проходить nail prep on nail prep это дегидратор он на самом деле очень круто растворяет слайдер и вот труднодоступные места где казалось бы ничем не подлезешь можно пройти им он моментально испаряется на воздухе и это классно то есть по нему ничего не потечет если вы пройдете в труднодоступных местах под кутикулой допустим ультрабондом ультрабонд к сожалению за если затечет под кутикулу туда же потечет из слайдер топ и база и топ и все что угодно и даже цвет это очень опасный вариант а вот nail prep здесь очень круто работает так желтый микки супер да девочки я сама на него смотрю я безумно хочу его повторить у себя я влюбилась в него когда его делала и прям очень хочу его себе ну ну не получается у меня сделать себе ближайшее время маникюр все время что-то что-то экспериментирую на себе что-то тестирует так далее и никак не доберусь до своего красивого дизайна сейчас прошлась ультрабонда чтобы растворить пленку и далее 30 секунд одну минуту сушим на воздухе и проходим еще тонким слоем слайдер топа либо если вы хотите сделать молочный вариант вы можете смело смело сразу взять взять молочную базу в данный момент это будет двоечка файбер смело можете сейчас взять файбер вместо слайдер топа база тоже будет хорошо держать наш слайдер тем более у нас внизу основа слайдер слайдер топ и плюс мы прошлись ультрабондом то есть сочетаемость будет шикарная и смотрите что мы делаем когда мы проходим с вами даже тонким слоем файбер базы здесь опять-таки слой будет зависеть от того насколько вы уже укрепили ноготочек плюс конечно от желаемого результата если вам нужен здесь слой потолще то советую изначально при моделировании слой не делать прям толстенным чтобы довести как раз все файбер базы смотрите какой классный эффект получается переворачиваем чтобы у нас все с центровалась буквально на несколько секундочек и отправляю это все в лампу и сверху мы можем вырезать элемент даже из этого уже слайдером можем отсюда же добавить элемент того же микки вырезать то есть в принципе что угодно какой-нибудь лога можем взять шармиконы с вами вплоть даже вот такие мы можем взять шармиконы мы можем взять даже шармиконы из серии вот этой тоже можем взять сверху приклеить очень круто будет смотреться а можем взять просто слайдер дизайн и добавить смотрите вот прям хочу вырезать вот этот элемент мне он вот сейчас бросился в глаза вот этот элемент видите такой логотипчик какой-то и здесь же здесь же можно добавить что-нибудь из флористики давайте не будем далеко ходить это тут же прям с краешку и вырежем следующий элемент сейчас у нас замечательная дисперсия файбербазы поэтому я крепить данный элемент буду данные элементы буду прямо на дисперсию файбербазы тем более они у нас не будут лежать от кутикулы до торца они будут внутри запаяны поэтому принципе идеальный вариант и смотрите что я делаю размочила сам слайдер сдвигаю его и конкретный элемент можно ровно можно вот таким вот образом кто сказал что должно быть четко горизонтально или четко вертикально мы можем играться как хотим вообще нам никто ничего не может запретить и в этом вся прелесть давайте почаще волю фантазии поверьте она вас может удивлять и второй элемент я могу прям вот таким образом приклеить если где-то у вас не хватает дисперсии можно пройти ультрабондом и создать ее если вы хотите допустим один на один приклеить слайдер и теперь теперь я прям ультрабондом аккуратно стык стык растворяю остатки можно положить на несколько секунд также в лампу чтобы зафиксировать все вместе здравствуйте девочки и мальчики всем здравствуйте вот такой у нас сегодня замечательный день на новиночке с утра был эфир по новинкам на эми офишел вечером эфир по новым декорациям очень в общем день просто удался на славу смотрите какой классный вариант хотите добавляйте сюда какой-нибудь шармикун из логомании можно можно почему нет любой берете вариант любой дизайн можно добавить можно оставить таким образом можно добавить сверху давайте сверху смотрите я тонко сейчас пройду слайдер топом слайдер топом зафиксируют только вот сам вот этот дизайн весь ноготь можно не проходить только вот буквально сам дизайн зафиксировала тонко-тонко и подсушила и сверху я хочу перекрыть мой дизайн матовым топом вельвет можно покрыть глянцем а можно покрыть матовым я покрыть матовым потому что я хочу сверху немножечко разбавить дизайн эмпастой нашу продукцию можно купить на сайте эми тире shop.ru там представлена вся наша продукция весь ассортимент вы можете заказать с доставкой либо вы можете найти просто представителей в вашем регионе также через них заказать подсушили и перекрываю все матовым топом так кадр перекрываю все матовым топом и все это просушиваю сушим окончательно всегда минимум две минуты минимум независимо от того мата в этот топ или глянцевый этот топ какой бы вы топ не на нам на не наносили это может быть теклас это может быть тут ультрашайн независимо от того какой вы топ сейчас нанесли вы должны просушить минимум две минуты если лампа у вас недостаточно мощная особенно для матового топа можете просушить и три-четыре минуты чем дольше вы просушиваете тем лучше будет носиться топ поэтому не игнорируйте этот момент и обязательно тщательно просушите пусть лучше потратите вы пару лишних минут ничего страшного но тем не менее у вас будет все носибельным от коррекции до коррекции и так что мы можем здесь добавить еще ну вот скучно мне хочется мне летних красок ярко независимо от того осенний это период или не осенний зимний или незимний хочется мне чего-то яркого что я могу сделать я могу смело взять им посту я думаю все знают нашим посту по крайней мере большинство точно у нас есть замечательная коллекция неоновых эмпаст они добавят яркости даже в осенний летний сезон что я сказал осенний зимний сезон это вот мне так хочется лета что у меня уже осенний летний пошел сезон круто конечно было бы я бы была безумно счастлива если бы лето у нас продолжилось но к сожалению к сожалению это невозможно так сейчас про мою кисточку кисть вы здесь можете брать любую у меня кисть полежала и перед применением я всегда промываю кисть чтобы она была мягкой податливой и не было на ней ничего лишнего кисть возьму в принципе первую попавшуюся это кисть вот такой вот овальчик из жестовской росписи очень классная кисточкой беру им посту можно тонкой кистью делать мазок можно сделать мазочек кистью потолще вот как сейчас я вам показываю и можно вертикально можно горизонтально можно хоть по кругу поставили это импаста ей можно рисовать по поверхности и сделали вот такой акцент абсолютно простой никаких замысловатости но при этом смотрите как он разбавил мой дизайн то есть вы можете все сделать ноготочки камуфлирующие камуфляжные без разницы то есть можете весь нюд сделать и вот такие акценты поставить по ноготкам а можете наоборот сделать очень яркие ногти и пару ноготков сделать вот такими нейтральными чисто с акцентом представьте как будет классно смотреться и не обязателен нам белый фон то есть можно оставить их вот таком нюдовом варианте вот хоть на я не знаю на ньют геля пили нам да сделайте этот хоть на камуфляже без разницы но очень круто будет смотреться даже если вы на прозрачный ноготов все это сделаете нанесете даже на прозрачном ноготочки будет это очень актуально кисть промывают девочки и мальчики в любом топе или в любой жидкой базе обязательно жидкая чтобы кисть промылась тщательно плюс чтобы это все не набиралось в саму кисть то есть жидкая база она лучше проникает между ворсинками все тщательно вычищает это может бейс гель быть это может быть любой топ быть это в принципе может быть тот топ или та база которую вам не жалко для промывки кисти можно брать то что вот прям не жалко и далее влажная салфеточка все будет замечательно после применения также протерли влажной салфеточкой в колпачок и в темное местечко желательно в чехольчик вот такой вариант у нас классный получился имеет место быть конечно кисти лучше очищать влажной салфеткой после этого влажная салфетка между применениями влажная салфетка если кисть немножечко схватилась или нужно вычистить цвет можно прибегнуть к какой-нибудь базе или к топу прошу прощения вот такой яркий красивый получился дизайн дальше давайте что-нибудь еще возьмем это кисть была из наборчика для жестовской росписи кисть к зо 3 дроп 0 они продаются по отдельности продаются также и в наборе для жестовым слайдер на весь ноготь крепите на слайдер топ на весь ноготь дальше крепите сам слайдер полимеризуйте в лампе также как сейчас я это делала чтобы зафиксировать дальше остатки убираете либо пилкой либо как я сейчас показывала ультрабондом либо даже mail prep можете использовать по краям и сверху фиксируйте полностью тонко слайдер топом и далее уже любой абсолютно топ на ваше усмотрение девочки м паста она без липкого слоя она предназначена для поверхностных дизайнов поэтому ее достаточно просто просушить две минуты и и перекрывать ничем не нужно так давайте что-нибудь тоже прикольное сделаем берем следующий типсик ну и здесь давайте поработаем немножко с цветом возьмем какой-нибудь цвет из новиночек давайте возьмем вот такой вот яркий вариант и можно нанести его не на весь ноготь а частично как нибудь мазочками можно мазочками можно какими-нибудь кляксами тоже очень круто смотрится можно так можно так можно как угодно на самом-то деле сделали вот сейчас даже еще не знаю какой я буду делать дизайн то есть я люблю придумывать на ходу реально прям на ходу я не знаю какой будет сейчас дизайн я знаю что я хочу использовать вот этот вариант на элдресса называется дудлы 76 номер и да конечно конечно добавить еще что-нибудь девочки пересмотрите эфир мы сохраним пересмотрите эфир когда выложим чтобы я сейчас уже не повторялась чтобы мы могли успеть еще что-нибудь сделать им пасту если у вас им паста загустела вы можете разбавить ее топом текласс только очень в маленьких пропорциях для того чтобы она стала жиже но не переборщите и разбавлять нужно где-нибудь отдельно на палитре не в саму им пасту добавить топ текласс не в банку а на палитре вы капельку-капельку добавляете смотрите только не переборщите это тоже слайдер дизайн вырезаю ну вот мне вот очень нравится конечно и микки мне нравится и вот этот вот смайлик немного что здесь очень нравится давайте то что поближе к краю сделаем растворяем его конечно наносим слайдер топ тоненько-тоненько можно только на то место где у меня будет сам слайдер можно наносить на весь ноготь здесь уже без разницы как вам удобно подсушиваем 15-30 секунд да ничего девочки я не обиделась я анастасия но я не обиделась и можно добавить вот такой вот шармикон тоже будет актуально просох наш слайдер слайдер топ растворился наш элемент которым мы выбрали с вами вот таким образом я его сдвигаю и сажаю хочу в центр сажаю хочу не в центр сажаю то есть смотрю куда мне хочется я могу его подвигать так как у меня дисперсия слайдер топа не досушена после 15-30 секунд она достаточно такая жирненькая дисперсия и я сам слайдер могу поправить если вдруг не получилось его разместить сразу как нужно фиксирую в лампе несколько секунд и и после этого после этого я пройдусь ультрабондом ультрабондом растворю сам слайдер и далее зафиксирую конечно слайдер топом ультрабонд растворяет пленку слайдер топ фиксирует затем наш слайдер прошлись также тоненько и полимеризуем в лампе если я здесь хочу приклеить какой-нибудь вариант дизайна шермикон допустим я могу в принципе в принципе спокойно сейчас это сделать удалив просто дисперсию то есть вот взяла что-нибудь отсюда что угодно очень круто девочки видно вот эти все варианты можно присматриваться примеряться за счет того что у нас основа видите прозрачная то есть я могу спокойно примерить на ноготочек то что я хочу использовать и определиться это очень круто сейчас я беру и снимаю дисперсию сняла дисперсию и что-нибудь сюда добавляем можно примерить это все вот я в принципе нашла что хочу очень классно помогает то что я могу примерить это все так на секунду выйду с кадра поправлю чтобы было ровненько тщательно все прижимаем тщательно все прижимаем и сверху уже наносим топ если хочется зафиксировать посильнее можно на сам шермикон нанести сначала топ теклас зафиксировать просушить а потом уже матовый топ если боитесь вдруг что клиент будет плохо ходить или вдруг шермикон как-то зацепит и дальше я уже беру тоже допустим м-пасту только черную могу взять м-паста черная смола и таким же образом как мы делали до этого той же кистью взять и сделать мазочки вот таким вот образом как вариант так у нас задорный забавный получился смайл можно конечно добавить смайлу что-нибудь интересное в виде там обвести ему глаз что-то в этом духе то здесь уже наша фантазии нет предела взяли ту же м-пасту неоновую которую мы брали до этого бабулгам и можно даже продолжить это все вот таким вот образом если хочется еще что-нибудь с ним сделать так стоп вот пока делала придумала что хочу по-другому куда делать кисточку тонкую только что ей а вот она только что ей рисовала и уже найти не могу здесь я хочу сделать просто глаз а здесь я хочу добавить кляксу можно таким образом довести можно вот так то есть здесь уже пошли играться это называется так так сделали давайте что-нибудь еще сообразим прикольное что-нибудь еще время в принципе у нас еще точно есть несколько минут прям точно точно так давайте какой-нибудь возьмем давайте возьмем оттеночек оттеночек из биурбан это у нас метрополис 294 давайте сделаем что-нибудь с ним на темном тоже можно поиграться темным покрыли ноготочек ноготочек сушим в лампе у нас есть замечательный наил дресс в белом цвете вот такой вариант ну и к нему конечно любые шермиконы также в белом цвете может быть может быть почему нет можно в золоте добавить не важно в чем распечатаю его мне очень нравится вот такой здесь вариант сетка есть вот такая сетка есть вот такая сетка в принципе в принципе без разницы чем играться замачиваем слайдер так не тот слайдер топ наношу очень тонко помним всегда тонко максимально сушим 30 секунд в лампе и начинаем творить приклею сначала свой наил дресс и потом уже буду смотреть как им можно играться опять расположение не имеет значения где он будет это может быть середина что угодно может быть подсушим обязательно несколько секунд те же мазки так просто нельзя девочки но неправда почему тот же мазочек вот тот же мазочек но у меня сейчас ну вот представили да что у меня вот он мой ноготочек у меня очень длинный просто вот он мой ноготочек даже на себе вы подошли смотрите об сделали вы же это все отгибаете почему вы не можете это сделать возле кутикулы и боковых валиков пожалуйста вы можете развернуть вот таким вот образом сделать протянуть все можно сделать девчонки не получается в эту сторону протяните в эту сторону здесь абсолютно не имеет значения на чем мы делаем здесь просто главное правильно поставить кисти все и мазок любой мы можем сделать на клиенте тем более уж поверьте я постоянно работаю с клиентами я практикующий мастер я не просто там преподаватель который не работает и пытается вам что-то рассказать я работаю с клиентами я работаю с клиентами постоянно я делаю им дизайн и так же я себе делаю дизайн и то есть в принципе это все реально это все доступно я никакую вам не преподношу теоретическую часть которую невозможно перенести спокойно на клиента все это легко делается и на клиенте в том числе покрываем топом слайдер тонко и отправляем в лампу да можно не за что девочки абсолютно небольшой отступ делаем и все вполне реально дальше если я хочу приклеить шарми кон сейчас что я должна сделать я должна снять дисперсию со своего слайдер топа сняла дисперсию и могу все доработать то же самое взяла и примеряю что я хочу сделать можно и золото кстати сюда добавить очень круто будет смотреться очень круто будет смотреться и золото в том числе так по центру то есть здесь мы уже с вами пошли творить творить что хочется все готово сверху перекрываю топом смотрите как круто смотрится все на темном цвете тоже и тот же белый тот же золото черный оно все очень круто сочетается между собой сделали и просушиваем матовый топ он без липкого слоя и буквально сразу же он у вас станет прям матовым можно сделать разводы мазочки тонкой кистью то есть не обязательно делать это все широкой можно это сделать и тонкой кистью захотели добавить что-нибудь смотрите взяли им пасту и вот таким вот образом можно это сделать все тонкой кистью можно сделать кистью для амбре для градиента и вот таким вот образом тоже поигрались им пасточкой вот эти все неопрятные какие-то мазочки очень классно дополняют любой вариант так ну что подведем с вами итог мы сегодня с вами работали новиночками это новые декорации этого сезона часть уже вышла до этого и вторую часть мы с вами рассматривали сегодня их пять вариантов нейл дрессов и пять вариантов шармиконов вот они все декорации что еще мы забыли что мы еще с вами забыли вот оно все все здесь вот таким образом и наши дизайн и которые мы с вами сегодня успели в эфире сделать так чуть-чуть сдвину вверх чтобы можно было сделать скрин так приближаю вот пожалуйста то чем мы с вами работали новые декорации и что в итоге получили хорошо видно вот такой у нас сегодня получился эфир надеюсь что было интересно было полезно познавательно почему на вайдбери пополняется ассортимент постоянно насколько я знаю возможно просто не все новинки туда сразу выгружаются но ассортимент постоянно пополняется спасибо девочки и мальчики вам за внимание надеюсь что эфир понравился декорации декорации я уже показала давайте покажу еще раз если если кто-то не видел в принципе вы можете это все в начале посмотреть это шармиконы вот они все декорации в начале я проговаривала показывала все варианты поэтому можно будет пересмотреть эфир и вот они нейл дресса очень крутые очень интересные есть и более лаконичный вариант и более современный молодежный вариант так что на любой вкус и цвет все я с вами буду прощаться спасибо за внимание до новых встреч и и и и и